Зитракс, он, наверное, Зитракс успел забрать себе баунсерону. В итоге 2 на 2 должно получаться. Да. Там внизу продолжается также здесь погоня, нет. Уже побежал вперед в спейсе, его будет сопровождать Джакира. Ну, тут сейчас пойдет уже, щиток повесят. Ого, тут Джаггернаут решил не стоять АФК под своим табором и добивать крипов. Пока есть время, решил пойти в атаку. Вообще, это интересно, да, это так, значит, нестандартно немножко, потому что многие Джаггернауты, как правило, предпочитают не тратить время. Он успел, успел все равно. Тем более, крипов отпустил, опа, успел есть проблема, он сейчас будет загорать. Вот и первую кровь отдал, 400 золота достается как раз Джакира. Скоро купит себе тапок и будет еще немного более успешно гонять. Да, но на топе тоже довольно неприятная линия для ребят с команды Вега. Все-таки 2 нюка, очень много урона. Конечно, Лешак довольно тонкий персонаж, и я думаю, там, на третьем левеле мы будем видеть ситуацию, когда там будет комбинация слип, стан, работяги, которые будут вгрызаться в этого Лешака, но до этого нужно времени дожить. Но пока тут пытаются уже выбивать реген, поставили сентри. Не угадали, а, нет, нашли, нашли вражеский сентриак, но тоже мелочь, но приятно. Все равно ты с этого ничего такого особенного не получил, но, по крайней мере, нашел. Что ж, Лешак тут его отгоняют, неплохо так просадили его по ХП, и придется ему держаться на расстоянии, а это означает недополучить ЭКСПЫ. И пошли, пошли отвода крипов. Вот сейчас увидел Джакира, побаивается его немного. Интересно то, что Дакси решил вот так ими заниматься, то, что он на линии предпочитает стоять. Но сейчас я с этим делом присоединиться, все-таки здесь крипчики, тем более он их отвел. Заодно лесных приберет. Да, еще немножко продамажили здесь также Джакира, съедается еще одно манго, продолжает здесь вместе с Пейси Гурин фармить, ничего не сможет сделать. Джакира, в свою очередь, продолжает фармить также Джаггернаут у него тут тоже. У Джакира так-то больно, все, отогнали его под тавр. Регена еще много, три тангуса есть, но неприятности начинаются, уже щиток начинает палить довольно жестко. Плюс появляется Судж, и это означает, что подхватить будет не так просто, вот это замедление уже не будет мучить. Ну вот, кстати, врыв отличный, выталкивает зиму. Наверное, скорее всего, будет фраг для команды Вега. Зимушка зима, кончилась. Ну, бывает. Так, дабл дэмэдж, тем временем он остается для ГПК, в миде все, ну, чуть получше, конечно, дела обстоят у Некрофоса, но не критично, там два крипа разницы, это немного. Забирает в боттл себе дабл дэмэдж, на топе отлично себя чувствует Синкинг, тем временем у него также 10 на 3 сейчас ласхит, то есть, ну, в принципе, так же, как у Рейскинга. Вообще, на всех линиях у всех почему-то внезапно все хорошо. И там везде все фармят, нет какой-то явной доминации, конечно, но и не просаживается никто. Ну, да, дабл дэмэдж помогает немного, так, а тут земель очень вовремя уходит, получится ли толкнуть, толкает, не очень удачно, но все равно дает пространство. Ну, это должен быть фраг, да. Да, это фраг. Все, теперь начинается действие в более такое приятное время, теперь уже немного подотстанет Некрофос, но пока, в принципе, он доберется, не так много времени пройдет, умер он быстро, восхищается он быстро, и сейчас еще быстренько телепорт сделал, и уже саппорт рядом. Интересно то, что он там просто пешком шел и рядом оказался в этот момент. Ну, а что может сделать, Жакира? Да, ничем не можешь сделать. У нее, конечно, есть опция всегда прокачать какой-нибудь айспас, но там, скорее всего, нету еще. Ну, там миллисекунды этого стана, который... Ну, да, она тебе, но у нее там первый левел, тем более там dual brace в наличии, так что действительно помочь нечем. Так, ну что, четвертый левел есть уже у нас у Некрофоса, первый брейсер имеется, пока что дальше будет нулик, плюс грыжный стик и тапочек, ну и ГПК. Какая-то проблема на нижней линии, смотрю, что как-то там махач продолжался, но нет, все-таки телепорт сделал Жакира, Драксир, точнее, от греха подальше, он проседал по ХП. Зажали его вместе с Джаггером, но стана не было, не вкачано ничего, поэтому он ушел на телепорте. Так, ну что, Зитракс продолжает также фармить, 20 на 3 у него ласхит, чуть дела, конечно, получше обстоят у Джаггернаута, но в целом тоже все довольно ровно. Небольшое преимущество есть команды Вега, но оно несущественное. Перетянулся Спейси, сюда есть Слип, и вот как раз-таки о чем я говорил, та самая комбинация, пошли Роботяги, сейчас будет Стан, Роботяги агрятся и... Последний Бород еще будет, да? Да, Лишак погибает, но это, опять же, дефолт. Вкатывается в коллапс еще неплохо, кстати, ему довольно больно, коллапс тоже отправляется в таверну, это минус 2, отлично сыгран от команды Вега. Да, Сентряк там был в любом случае, поэтому его находили. Но он, кстати, должен был об этом знать, потому что он видел, как забирали их Сентряк. То есть должен понимать, что... Но это уже какой-то другой раз мин Сентряками, мне кажется, потому что он тут тот Сентряк в лес ставил под вышку. Вообще, кстати, да. Ну, ладно. Я думаю, что все равно, когда ты играешь на этой линии, ты всегда держишь под контролем ситуацию, когда есть на тебя Вижен или нет. У него мало вариантов было. Может, если бы, конечно, пока убивали Лишрака, он бы сделал какой-то мув в лес, то, возможно, бы он выжил, но и в этот раз. Мэйн убивает еще раз. Зитеркс немного помучили. Ну, как еще раз, первый раз он здесь погибает. Ну, это ответочка, в любом случае, да, от команды Эликс. Хорошо. Перетянулся зима сюда. Тут будет еще одна драка. Пошли опять Работяги. Есть Айспаст. Камушком достают для Лишрачка. Но Лишак очень тонкий, конечно. Там за ним продолжается погоня. И опять вкатывается с Пейси. Боже, как же он хорош на земели. И опять стан по коллапсу, но коллапс должен уходить здесь. По рункам вроде как получилось 3-1. Если я видела, внизу Джаггер забрал обе. И здесь одну только земель отжал. Так что в пользу здесь команда Эликс вышла. Ну что, видим то, что СФ очень хорошо врылся вперед. Теперь же по крипам существенно довольно начал оставать Некр. И мы видим то, что по Нетурсу 400 золота разница появилась. Ну, тут, в принципе, вот этот фраг в счет. И плюс некоторые крипы. Абэйн начинает повыдиться. Да, может тебе позволить такой роскошь. Так, ну, внизу оставили Джаггернауту на фрифарме. Внизу также на фрифарме продолжает находиться у нас Дарксфера. В это время нападения на Катвиша. Станов не попал Эликс. Как это вообще возможно? На. Бывает, ну что поделать. Он здесь еще и не погиб. Да ладно, он уходит под тавор. Он может выжить, но... Нет, нет, нет. Нет, сейчас нитычка дотянулась. Там в миде погибает тем временем также от ГПК Некрофос. Вместе со Спейси они сделали фраг. Отличный перетяжечка очередная от Рспирита. Рспирит пока что вездесущий. Ну, вот мы видим то, что, по сути, саппорт пятой позиции меняется. На, во-первых, ой-ой-ой-ой, пришел Джаггер. Как неудачно, а сейчас нужно хотя замансить последний удар. Получилось это сделать, и поэтому после у меня слэша ни единой тычки не успел дать Джаггер. Это спасает жизнь СФу. Вот, мы видим то, что меняет второй раз подряд уже пятерку. Но в амин на это получает абсолютно комфортную линию себе Дарксир. Потому что там больше нет вот этой надоедливой пятерки в виде Джаггера. И самое главное, еще и на миде делал какие-то фраги. То есть, размен уже априори выгодный. То есть, вот так вот в макро эта ситуация решает гораздо больше для команды Вега в их пользу. Да. Так, ну и на топе продолжает фармить Зитракс. У него пока что там все еще три героя оппонента находятся. Очень битый пока что здесь лайфстиллер. Еще иллюзия критернула от стенки Дарксира. Иллюзия Джаггернаута под щитком бегает. Ну, то есть, Дарксир по полной использует. Так, и здесь у нас поставляется зима. Опять погибает. Поймали коллапса. Отлично. Он успевает завязать Бороустрайк. Ну, что разбудил Эликс. Но Эликс отдает себя, видимо, в жертву, чтобы выжил Сэн Кинг. И в итоге это минус два. Для команды Вегас Квадрон. Хорошо. Возвращается ГПК обратно на линию. Некрофос даже не собирался смещаться. Куда-то он также продолжает там фармить. Он пользуется моментом. Потому что видим, что сейчас уже буквально один выход. И преимущество вместо 400 золота уже стало 1000 золота. Но если ты обратишь внимание на Нетворса, у ГПК просто нереальный Нетворс. Три с половиной, а у Некрофоса совсем чуть-чуть. Поэтому он пользуется моментом. Но сейчас этот момент упущен, и кажется, он может привести к смерти. Он пока прожимает стики. У него будет еще один первый спел. Кидает косу, попытается забрать, но не хватает демажа. Слишком малый хп снял. Еще там тоже ГПК немного подхилился. И в итоге остается в плюсе. Он тоже, по-моему, стики прожал. Ну, все, что мог, сделал, чтобы выжить. И в итоге справился с этой задачей. Теперь уже полторы тысячи опережает. Еще сильнее, даже в 1700-14. Да, это, конечно, очень много. Так, ну а здесь уже доминатор имеется у Гурина. И вот побежал Урсач под щитком. Напрягать от Блэйдфюри-то был потрачен. А Хилинг Вард хорошо. Его бы разбить, конечно, в идеале. Но в любом случае довольно больно. Джиггернаут даже Вард не справится. Боже мой, еще и Вард забрал сверху. Но это, конечно, слишком много денег сейчас для команды Вега. В данной ситуации на топе. Опять драка. Забирают для Шрака. Еще один фраг для ГПК. Анстапа был уже. И что-то поплыли немножко, по-моему, Эликса. Коллапс сейчас еще могут забрать. Коллапс. Есть Бороу Страйк. Не, ну его как-то не трогают особо. Вот Бринстап подхилился с Бринстапа. И все, и ушел отсюда. Знаешь, на самом деле, очень активный эсэп. Вот чуть-чуть сразу на топ. Очень необычная ситуация. Обычно они там из леса не вылезают. Ну, пока это работает. Почему бы и нет? Может себе позволить такую роскошь. Там на топе в спину выходит коллапс. Сейчас, может быть... Нет, троем все-таки не стали делать фраг. Не к тому, что они так забегали вдвоем. Возможно, хотели подраться. А вот Зиму вполне себе можно попробовать забрать. Да, они вдвоем, в принципе, справятся. Подходит сюда еще ВК. То есть там, куда я спас. Первую, мне кажется, попал ВК в этот раз. И выходит из-под песков. Не умер. Ну, и ренкарнацию не потратил. Да, ренкарнация у него имеется. Правда, единственное, что первого левела там, конечно, просто невероятный колдаун. Нужно беречь. Потянет время, все равно это замедление. Это будет очень хорошо в драке есть. Ну, а ТСФ опять здесь. И можно подраться. Есть еще и Ката въезжает в тройку. У нас опять в Спейсе. В итоге забирает нас в Сент-Кинга. Станом откидывается Эликс только по одному. И выбили максимум, что реинкарнацию в Рейс-Кинга. В это время Гурин уже начинает доминировать на линии. У него там и Вэллов-Реплика стоит. Имеется с доминированной крипой. Просто начинает гонять этого педолагу. И код на Аркану, ребята, сейчас вы видите на экране. Тут уже все зависит исключительно от вас. Потому что если вы будете первым, кто вобьет этот код в ссылочке в описании, там, если вы смотрите на Твиче, то там картинка в описании, то вы получите Аркану любую на выбор, насколько я знаю. Так что торопитесь. Это тот розыгрыш, где не случайность решает, а вы сами решаете. И удачи вам быть первым. На квалах тоже разыгрывалось. Каждая квала по 8 Аркан. Здесь тоже каждый день будет десяточек. Так что оставайтесь в курсе. Смотреть трасляцию. Спасибо, что держишь нас в курсе. На самом деле это круто. Да, я не спорю. Выиграть Аркану всегда приятно. Так, у нас внизу опять давление на Джаггернаут. И Бешеный Кентавр бежит. Так, Блэдфюри прожали. Хорошо. Живет. Только за счет этого. Да, ну у Гурина все отлично на линии. И вообще, если посмотреть на Нетворс команды Вега, 5-100 уже имеет ГПК. Гурин 4-800 и 4-200 у Рейс Кинга 3. Персонаж просто отлично себя чувствует в этой игре. Единственный персонаж, который более-менее фармит у оппонента, у Эликса, это, конечно, Джаггернаут. Но у него тут только пока барабаны. Дальше будут диффуза. В это время в миде пошла коса. Спейси хотят забрать. И забирают Спейси. Но, правда, заберут также в ответочку Джакиро. О, да, Джакиро погибает. И через ультимейт Кэд Фиша должны взрывать сейчас Микрофос. Отлично сыграно. Даблкил для ГПК. Да, решил не рисковать. Сразу выдал и Реком оф Соус, чтобы точно дэмиджа хватило. Ну, в принципе, его бы и так хватило. Но, возможно, он начал бы окружить вокруг вышки. И потерял бы слишком много хп. Но пока видим то, что все идет хорошо. 5000 преимущества на 11-й минуте. Очень серьезное начало. Вот так, в принципе, у них все игры идут. Они в какой-то момент начинают сноуболить. Где-то один раз противник ошибается. И на этой ошибке потом строится весь сноубол дальнейший. Вот появляется Мекка. Аркана уже есть. Так что вскоре будет и Гривсы. Так, там опять просил довольно сильно в миде джиггернаут. Я смотрю. Сейчас в бульту для Абейна. Но она была потрачена до этого. На фраг, к сожалению. Ничего, сейчас, я думаю, мешок на него повесит и заберут. Можно было попробовать. Хеллингвард, конечно, в идеале бы разбить. Ну, ничего страшного. И так выпивать печка, печка. Отогнали. Так, есть перетяжечка. Очень битый Кэтфиш. Успеет ли подкопать коллапс? Ну, нет. Не стал подкапывать, потому что уже два рейза получил в лицо. Была потрачена просветка. Поставили в центре. Хорошо. Здесь уже четыре персонажа команды. Эликс находится. Не хотят. Хотят, конечно, сделать фраг. Кэтфиш делает ТП. Омни слэш. И не хватает урона. Буквально одного удара. Да. Не везение для команды Эликс. Да, плюс инфа о том, что нету Омни слэш. Теперь может в драку пойдут даже. Там души тебя вроде как уже должен был набить. Ну, вот в двоечку зажимают. В троечку даже зажимают бедолагу Эликса. Погибает у нас также Лишрак. Лишрак отправляется в таверну. Подцепили еще и Некрофоса. Есть Магнитайс. Пошел Камушек. Врывается ГПК. Два рейза дает. Уворачивается Тайспаса. Хорошо. Вроде бы Некрофоса забрать не удалось. Но очень сильно начинает давить. Есть Бладфьюри. Попытка забрать Спейсен. Имеется Сурдж. И его уже не догнать. Вот просто телепорт и Сурджи. Это максимум импакта здесь. Все время люди с Лосаном оказываются не рядом. Когда Джаггер пытается на кого-то напасть. И в итоге каждый раз от него уходит. Да, не хватает фиксации какой-то. Все верно. Ну, а в это время Зитерок спокойно забирает внизу Т2. А без какого-либо сопротивления. Еще есть и два вычки. По ним, я думаю, погуляют. Уже особо дефить их, наверное, смысла нет. Слишком рискованно это постоянно получается сделать. И лучше засесть где-то на хайграунде и ждать, пока там ошибутся противники. И на этом что-то отыгрывать. Но преимущество растет просто 7-мильными шагами. Уже 8 тысяч на 12-й минуте. Да, там тем временем наглеет прирученный Кентавр. Посмотри, что происходит. Шагов на половину. Практически на половину пробил. Сюда так-то потягивается команда Вега. И, возможно, будет драка даже. Потому что здесь уже и Гурин, тут и ГПК неподалеку. Да, ГПК ускоряют. ГПК готов врываться. Он идет под тавр. Первый рейс. Наступает вайс-пас. Хорошо. Агрессия остановилась. Отступает пока что. Джаггернаут все еще без умнислэйшен. У него имеется хилинг вард. И барабан. Барабан это, конечно, замечательно. О, подловил. ГПК готов взрываться. И не хватило урона. Остается с цепи центром. Сюда Сент-Кинг. Пошла коса. Но никого не забирает. ГПК дерется до последнего. ГПК взрывается только сейчас. Два в один покажет размен. Погибает только один Сент-Кинг. Убегает отсюда Гурин. Нужно вообще в рассыпную уходить в команде Вега. Спейси. Тянет время. Делает спейси. Ну, он еще забирает здесь. Господи, как много урона-то, а? Да, у него роллинг-то... О, господи. Роллинг болдер еще покажет в кулдау. У него там откатывается. Молдерсмэш уже на четверку. И там просто невероятный какой-то урона был. Еще тянет время. Так, у него еще ТП имеется. Что он может еще укатиться сейчас в лес, попробовать помансить. Да, он, что он, собственно, делал ТП отсюда. А Айс-Пас-то нет? Есть? Нет. Он там, по-моему, так и остался на единичку вкачанной, скорее всего. Так что там все у него... Да нет, там уже в троечку. Маны просто, к сожалению, не было зимы. Так что пока штар концов мы не видим никаких. Я так и не понял, что это за тема с рапирой, которая... Это квикбай или что это? Да, это квикбай вместо ТП поставили. У всех ТП, а вот у него рапиры. Я уже тоже на квалах смотрела. Окей, хорошо. Не знаю, кстати, как это поменять. Я тоже, если честно, поэтому я вот уточнил вопрос. Видимо, как-то, может быть, в ЦФГ-шке можно прописать. Не исключено. Ну, ладно. Это просто интересно было к тому, что я первый раз такое увидел. Обычно там действительно лежит свиток телепортации, как правило. Самый популярный артефакт. Так, в это время на ТОПе будет выход, возможно, на Алекса. Да, ИСУ. Ну, его не отпустят уже, никуда не держим. Стан есть. Здесь, конечно, есть Сен-Кинг, но он понимает, что вряд ли чем он сможет помочь. А его еще и самого подцепили. Там, конечно, ультимейта у Бэйна нет. Сен-Кинг довольно плотный персонаж. Вряд ли его удастся вот так вот легко пробить. Там-то один вышка есть. Пока не убивать его, будет вся команда стянется до стабляща. Так, ну что, там еще один подкоп. Коллапс. Пока что здесь мансит. Здесь уже... Ну, для того, что. Они думали, что он телепорт сделал. Ну, в принципе, искать полисам его дело неблагодарное. Да и время зря тратить. Учитывая, что две катапульты имеются, можно по-быстренькому забрать Т1. Сюда летит обратно Джакира. Его готовы принимать. Сюда перетягивается также Лешрак. Хотел бы им подойти до спины нажать, скорее всего. Но Тавр на него переагрился и пришлось отойти сразу. Ну что, видим то, что ВК сделал себе Рейдинс. Учитывая ему к нему уже рецепт, скорее всего. Да, уже готовы Рейдинс. Это, конечно, приятно. 16-ая минута. Очень быстрый получается Радианс в этой игре. Ну, а что ему терять? У него действительно нету второй на карте. Видимо, на тысячу золота все равно просто умудряется оставать. Но, тем не менее, у него... Ну, как бы можно было даже внимание особо зайти. Конечно, на этом не заострять, учитывая, что... Крипса забрали. Да, просто Крипса стерли. С двух Рейзов очень быстро расправляются с Лешаком. Ну и можно выходить на Тавр. Так, подловили здесь Некрофос. О, это будет хороший фраг. И если удастся все-таки его сделать, Салинс, надо было накинуть немножко не по таймингу. Ну ладно. В любом случае подходит ГПК. Постовывает Ультимейт. И до свидания. Некрофос отправляется в Таверну. Это уже приятно. Плюс сюда уже подтягивается еще Евроскинг. И теперь нужно быть аккуратнее Джиггернаута. К тому же, несмотря на то, что у него, конечно, имеется и Блэд Фьюри, имеется он и Слэш, но за ним вот уже охотится в Спейс, чтобы подцепить. Ну и в это время падает Т2. И что, на хайграунд пойдут? А почему бы и нет? Реинкарнация имеется, Рэддинс есть, Гурин есть, Пайп имеется также на команду. Не хватает в идеале еще Кримсон Гварда какого-то, я не знаю. Грифсы тоже есть. Ну, решили не наглеть. В принципе, с другой стороны, очень много строений еще на топе имеется в наличии у команды ЭЛИКС. Да, там Криму про забирать, да, про забирать и денежку заработать дополнительно. Здесь ВК может и в одиночку строиться в целом, там, вописи, кирпотяк на Т1 Тавер, и все там все равно протекшена нет. А вот дальше будет сложнее. Но все равно танковать не хочется, все-таки 1300 хп это не миллион. Ну, вообще, да, но смотри, сейчас можно позабирать ТВРА. В идеале бы, конечно, попытаться забрать Рошана потом, и уже потом пытаться заходить на хайграунд. Да, они, в принципе, так и делают. Они очень аккуратненько играют, но при этом, прям, на верочку. Не так много у ТВРА осталось, я думаю, сейчас за один заход спокойно заберут, упустят сразу всех работяг. Да, работяги пошли в бой, Глиф, фортификация, конечно, присутствует у команды ЭЛИКС. Но они пока что не нажимают. Вот только сейчас прожали. Хорошо. Пытаются защищаться там. Они готовы к драке, в принципе, тут четверо есть. Да, тут также готовы и Вега-Сквадрон. Некрофоса нет. Ой, Спейси опять удачно вкатывается. Довольно больно Джаггернаут успевает прожать Блэйфьюри. Но и тут зажимают просто в тиски. Там имеется, если что, мне слэш. В это время погибает Жакира. Хороший подкоп подвоем от Сен Кинга. Пошла коса, но опять неудачно. Не хватает урона, чтобы забрать ГПК. ГПК уворачивается от последнего тика эпицентра. И урона не хватает. В это время погибает Джаггернаут. Делает бай-бэк. Вернется обратно. Спейси до конца здесь дерется. Но ГПК забрали. Забрали также Бэйна. Зитрекс все еще с реинкарнацией. Но он один. Омнислэш на него также был потрачен. Омнислэш перепрыгнул еще на Гурина. Зитрекс возвращается обратно. Здесь уже Эликс. Вчетвером пытаются забрать в Рейс Кинга. Но должны все-таки забирать. В Рейс Кинг еще не настолько плотный. Чтобы вот так вот биться до конца. Нет какого-то армлета, которому можно поиграть, пожить. Ну и попутно выжигают еще и Эликс. Отправляют в Саверну. Боже, какая-то сумасшедшая драка. Ну, как итог. Они сделали три фрага, да, в размен на троих тоже. Но они также забрали двух коров и погибли двумя корами. И выбили два байбэка из Джаггера и из Джакира. И мы видим то, что в принципе в небольшом плюсе остались. По сути силы света на 100 золота больше набрали. Но видим то, что тому, кому нужно, в принципе, усил тьмы и деньги достались. Вон Джаггер остался в минусе. А вот ВК там плюс 500 взял себе. Да, ВК уже появился также Блинк Даггер. Есть еще варианты переагрессировать как-то ребятам с командой Вега. Тоже приятно. Так, здесь у нас что? Борьба за баунти руны начинает. Заслипались сейчас Джаггернаута. Есть подкоп. Неудачный от коллапса. Хороший стан. И просто под этот стан. Нет, нет, не своровал. Гурин, я думал, что просто идеально. Ой-ой-ой. Столкнули, стянули точнее на логграунд сейчас бедолагу Эликса. И просто забрали. Ну, здесь просто грусть для бесья уже, если честно. Откусил от него кусочек просто Бэйн. И до свидания. Телефор, дело там, а есть? Нет, нету. Боже, да ладно! А куда? Почему он так долго улетал? Куда он улетал? Он, возможно, да, он, возможно, летел именно на... На КУС-2, может быть, я не заметила, да. Потому что я почему-то думал, что там хватит тайминга улететь. Такое ощущение, что он действительно... Он вроде как все сделал по таймингу. Ну, да, да, странно, странно. Окей. Ладно, это хороший фраг получился для команды Вега-Сквадрон. Сейчас позволит он, скорее всего, вытянуть Т2, потому что также скоро откатят еще и ультимейт для Кэтфиша, будет еще ультимейт у Бэйна, и будет возможность, если что, подраться. Есть лип. Ну, под Тауэр решили не давить пока. Отошел недалеко в Рейскинг пофармить. У него блингдагер уже имеется, как мы отмечали. Что будет дальше? Армалетик, может быть? Нет, не хочется. Нет, сейчас так не собирает. Там сейчас будет какой-то милир. Да нет, как бы в рамках адреналина часто мы видели, артефакты многие собирали. Ну, первому все-таки. Хотя, вы знаете, лайфстиллер, почему-то начали любить актеру. После Рейденса собирали, да, было. Вот именно на лайфстиллер в последнее время вижу всегда такую картину. То, что сначала Рейденса, потом армалет. Хотя раньше вообще эти предметы в одной зубке не собирали. Да, это правда. Как-то предпочитали либо одно, либо другое. Так, опять подцепили у нас сладкую булочку у команды Эликс. Это сам Эликс. И должен погибать. Опа, пытается отдастся нейтралом, но не получилось. Равно, если я взобрал фраг и покупать себе БКБшку сразу сходу. 14 тысяч преимущества. Ну, очень много уже. Гораздо быстрее у нас игра вторая. Получается, вторая карта. Если в первой карте там еще как-то боролись у нас ребята из Эликса. За счет того, что пушили, там, дровки, фармили. И там более аккуратно действовали вега. То есть сейчас у веги здесь. Конечно, просто руки развязаны опять. Ну, без шансов для некрофоза. Там еще и весел сверху накинули. Упитается, убежать отсюда коллапс. Но имеется там просветка. Получает он стан вкатывать. Он не слэш пошел. Но, по-моему, вообще урон не нанес никому сейчас. Такое ощущение, что ГПК я не понял, что это было. Он не слэш или что? Да, и Джаггернау тоже ничего уже не может сделать. Диффузов у него в итоге так и нет. Да, у него вообще златов нет. Да, он хочет играть теперь уже через молнии. А в это время он начинает уже падать Т2. И это, кстати, последний был внешний тавер. И сейчас пойдут на хайграунд. Там так-то имеется реинкарнация. Можно спокойно идти, разменять там одну жизнь на Т3. А то и на целую сторону полноценную. Да, очень быстро падает, увидим, тавер. Уже осталось... Ой, опять Эликса нашли. Угадывай с направлением Зитраксу. У него там и Блэйдмейл уже имеется, прожимает его. А байбэков нет. Просто ни одного байбэка нет. У команды еще светом. Но такими темпами они рискуют потерять еще и центральную линию. Да, не все могут линии такой пройти. Все равно не по одному вылезают. Вот этим сейчас опять только Ресну сутракиры вылезает и погибает. И все. Ну, вообще, конечно, да, это ошибка. Там кого-то держит, по-моему. Вакуум, отлично. Подловили Некрофоста. Есть Буроу-Страйк по двоим, но этого недостаточно. Коллапс тоже отправится в таверну. По-моему, это Гудгейм. Да, ГГ пишет. Команда Эликса, и они становятся первой командой, которая выбывает с этого турнира и получает приз в 25 тысяч рублей. На самом деле не так плохо. 5 тысяч на каждого, с учетом того, что квалификации все шли одним днем.